Первый проект, предложенный на рассмотрение администрации, разработал один из резидентов ТАСЭР. Компания «Коматрон» Динар Низамов представил возможность открытия на территории Нефтекамска первой в республике и второй в России электроводородной заправки. Для того, чтобы производить водород, необходимо углеродная составляющая, вода и воздух. Углеродная составляющая – это в основном метан, природный газ. Он тоже, естественно, стоит денег. В нашем регионе есть возможность сократить эти расходы за счет того, что применять не метан, а попутный газ. Целью проекта является внедрение и развитие экологичного топлива. Это одна из задач, которую озвучил на саммите президент России. По словам предпринимателей, проект амбициозный и масштабный. На его реализацию потребуется порядка 200 миллионов рублей и примерно три года времени. На момент окончания строительства количество транспорта, работающего на водородном топливе, увеличится. Поэтому проект не только экологически, но и экономически выгодный. Вы абсолютно правильный тренд сейчас выбрали для дальнейших проработок, поскольку сегодня идет война между двигателем внутреннего сгорания, двигателем электрогибридным, водородным двигателем. На самом деле это сейчас очень актуальный тренд. Непонятно, кто в этой битве победит в конечном счете, но безусловно, тренд на то, что вы берете, он очень правильный. Поэтому мы полностью готовы вас поддерживать, презентовать везде ваш проект и двигаться с вами вместе. Возможным расположением заправки назвали участок недалеко от села Ташкинова. Теперь энергетикам необходимо подробнее изучить территориальный объект и отправить заявку на получение финансирования из республиканского или федерального бюджета. Второй проект представлен нестекамскими предпринимателями поликлиника «Рядом». Цель нашего проекта – это строительство двухэтажного здания. В этом проекте мы бы хотели предложить оказание медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования, добровольного медстрахования, оказания платных услуг, вакцинации, диспансеризации, диагностика заболеваний, лабораторная диагностика, а также прием терапевта и детское отделение, то есть педиатра. Компания просит оказать содействие в предоставлении соответствующего здания или земельного участка. Ратмир Мавлиев предложил на выбор несколько вариантов, которые удовлетворяют запросам обратившихся, удобное расположение и доступная цена. Ранее «Белый жемчуг» уже подавал заявку на строительство здания по улице Дзержинского. Однако из-за возможного создания общественного пространства возле галереи «Мираз» им были предложены другие локации. Карина Анисимова, Никита Веприков, информационная программа «Время новостей». Галере «Белый жемчуг» Продолжение следует...